Итак, первый этап. До начала всяких восстановительных мероприятий непосредственно со слизистой нужно первичное очищение кишечника. Каждый из нас, кто-то следит за питанием, кто-то меньше следит, но мы должны понимать, что на весь период работы с ЖКТ я очень настоятельно рекомендую не употреблять жареные продукты, копченые продукты, маринованные продукты, потому что это все будет нарушать процессы регенерации. Давайте мы с вами, ну я буду говорить об идеальном варианте, вы уже там выбирайте как хотите, ни в коем случае не думайте, что мои рекомендации – это приказы. Не надо. Я очень добрый человек, я всем все позволяю в этом мире, потому что я знаю, что высшее право любой души – иметь право выбора. С этим не может поспорить даже Господь Бог. Он всем дал нам право выбора. Поэтому в какой степени вы будете применять – применяйте. Если вам это не причиняет дискомфорта и не ломает вашу привычную жизнь. Я вам дам идеальный вариант, вы уже дальше его подкорректируете под себя. Итак, первый этап – это сорбция. Это очень важный этап, который позволяет нам как бы провести первое очищение именно на уровне различных интоксикаций, которые могут быть в кишечнике. Как бы это крупномасштабная, первичная такая чистка кишечника. И здесь продукты хорошо вам известны, то есть что используется в качестве сорбентов. Ну, конечно же, самый дешевый и очень, кстати, хороший способ – это овсяные отруби. Продаются разные отруби. Есть пшеничные, рожаные, но я не рекомендую употреблять современные продукты с пшеницей. Ну, в силу разных факторов, в силу того, что уже современная пшеница – это совершенно не то, что было даже 70 лет назад. И там больше, скорее, вредных компонентов, чем полезных. Поэтому, может быть, это не в такой степени касается отрубей, но всё-таки лучше использовать овсяные отруби. Тем более овёс – это тот злак, который наш северный. Да, у нас овёс растёт, пшеница всё-таки растёт южнее, любит более тёплые места. Рожь тоже, она такая более северный злак. Но всё-таки овёс, он растёт, представляете, даже в тундре. То есть это очень такой северный злак. Самый северный. Поэтому он нам подходит территориально. Вот. И из овса продаются отруби. Стоят они копейки. Купить их можно в любом отделе для диабетиков. Я, кстати, не знаю, почему постоянно самые хорошие продукты почему-то в отделе для больных. Там продаются для диабетиков. Там столько всего можно хорошего найти. В том числе овсяные отруби. Мне очень нравится их вкус. Они очень такие нежненькие. Мы будем с вами принимать по 2-3 столовые ложки со стаканом тёплой воды. Вы можете разводить эти отруби прямо непосредственно в водичке. Можете засыпать в рот, запивать как хотите. Но это не очень удобно, потому что они прилипают к слизистой. Не очень неудобно. Поэтому разводим в водичке. Иногда даже можно дать им чуть-чуть набухнуть. И уже пьём этот состав за 40 минут до еды. Не ближе. Лучше даже за час. Потому что отруби у нас транзитом пойдут через желудок. Они пойдут сразу в тонкий кишечник. Потому что ферменты на желудке они не обрабатываются. И сразу идут туда в кишечник, куда нам и надо. И будут производить там свою функцию сорбционную. Это такой вот первый этап. Я рекомендую его проводить от 7 до 10 дней. Первичный этап. И принимать отруби по 3 раза в день. Какие возможные эффекты вы можете ощутить? Ну, это кстати очень хорошая рекомендация для людей, у которых склонны к запорам. То есть любые отруби, они начинают усиливать моторику нашего кишечника. Потому что являются основным продуктом, который использует наша дружественная микрофлора для своих нужд. То есть это их основное топливо, скажем так. Они эту нерастворимую клетчатку, в общем-то, умеют растворять. И использовать для того, чтобы работало все хорошо. Вот. Поэтому это хороший бонус. Для тех людей, у которых моторика и так хорошая. Ну, я иногда ощущаю, что да, почаще стул идет. Но мы же с вами говорим об очищении. Поэтому этот процесс вполне естественный и нормальный. Употреблять можно 2-3 раза в день. То есть вот эти 2-3 столовые ложки 2-3 раза в день. Мои наставники, вот в частности Владимир Абдуллаевич Датали вообще рекомендуют отруби постоянно добавлять в еду. Обогащать пищу отрубями. То есть столовую ложечку добавлять в каши, добавлять в супы и даже в салаты. Они по вкусу нейтральные, а пользу для организма они предоставляют очень значительную. Прежде всего для нашей дружественной микрофлоры. Вот. Это даже будет влиять и на функцию не только кишечника, но и иммунной системы. Потому что наша микрофлора очень тесно связана с иммунной системой и гормональной системой. Так вот, подкармливать своих дружественных бактерий мы будем... Но когда мы употребляем это с пищей, мы больше влияем на моторику. Когда мы пьем до еды отруби, чистые, с водой, то мы усиливаем их сорбционную функцию. Но с отрубями, может быть не в такой степени, как с другими сорбентами, я сейчас о них тоже скажу, но есть одна проблема. Ну, отруби это вполне нормальный такой легкий сорбент. Есть более мощные сорбенты, например, яблочный пектин, различные из льна добываемые, слизи. Вот эти вещества, которые, ну, как сорбенты, работают даже эффективнее, чем отруби. Отруби все-таки это нерастворимые, нерастворимая клетчатка. Так вот, в больших объемах, ну, в таких, каких вот я рекомендую, по 3 стакана в день, постоянно их все-таки употреблять не нужно, потому что они будут выводить, да, конечно, токсические вещества, органической природы, неорганической природы, но также будут способствовать и выведению полезных веществ. Как ни крути, и наша, там, дешевая МКЦ, микрокристаллическая целлюлоза, и любые, там, аптечные сорбенты, они все-таки не являются строго селективными, поэтому, ну, будут выводить полезные витамины и минералы, которые потом мы будем с вами восполнять. Поэтому я предлагаю 7-10 дней, это вполне хороший срок, а для того, чтобы прочистить наш кишечник первично, подготовить его для второго этапа. В компании Янк Ливинг это вариант подешевле, да, в овсяной отрубе, я думаю, что любой человек себе может позволить, мне стоит очень-очень недорого, вот, и хватает их надолго. Есть в компании Янк Ливинг отличное средство, когда я прочитала состав, он меня очень обрадовал, кстати, это средство, оно содержит яблочный пектин, то есть, собственно, вот самый активный сорбент, такой природный, это, ну, действительно, очень хороший и безопасный сорбент, поэтому, ну, заявленную свою сорбционную функцию он будет выполнять великолепно, но помимо яблочного пектина, там содержатся экстракты, это еще ромашки, крушины, это, ну, средство, которое будет улучшать, скажем, опорожнение кишечника, да, то есть, тоже способствует мягкому очищению кишечника, подорожник, там содержатся тоже семена, которые тоже дают очень целебные слизи, то есть, здесь не только сорбция, но еще и уже одновременно регенерация, это у нас будет с вами второй этап, поэтому вот этот продукт, который называется Комфортом, на мой взгляд, очень хороший, он подойдет как для первого этапа, как сорбент, так и для второго этапа, для регенерации слизистой желудка, именно за счет того, что содержит большое количество различных растительных компонентов, создающих слизь, целебную слизь, ну, в том числе, кстати, и солодку, ну, все там в комплексе, поэтому можете использовать его, потрясающе очищает кишечник, помогает вот прочистить его, поэтому это вариант для тех, ну, подороже, скажем так, можно использовать и овсяные отруби, так мы с вами идем 7-10 дней, нам нужно добиться хорошей моторики, очищения, многие, кстати, даже вот на отрубях замечают учащение, учащение стула, и это очень хорошо, потому что это запускает естественный процесс очищения кишечника, мы с вами на сегодняшний день клетчатки нерастворимые употребляем, по-моему, 14% от нормы, то есть сейчас даже вот за границей, за рубежом продукты разные, обогащают клетчаткой, потому что ее в современных продуктах питания очень мало, по идее она должна быть в хлебе, и хлеб со трубями предпочтительнее есть, и рис со трубями не шлифованный, а вот такой грубый бурый рис, он предпочтительнее, потому что содержит клетчатку, ну, в общем, клетчатка хороша, поэтому мы с вами можем ввести это в большой дозе, 7-10 дней для чистки, а потом оставить в количестве, там, столовая ложечка, там, два раза в день, добавляя в кашки, в какие-то продукты, это будет прекрасная поддержка для вашей микробиоты, просто изумительная, и за очень небольшие деньги. Вот идем дальше, второй этап регенерации. Субтитры создавал DimaTorzok